Слово Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Мы с Вами рассматривали возможность таких слов, такого обещания, в связи с тем, что земное служение Христа продолжалось всего три года. В сравнении со служением апостолов, которое заняло 30 лет, плюс-минус. Одиннадцать или двенадцать человек, а не один. Мы также сравнили служение Иисуса Христа с служением Церкви, миллионы верующих на протяжении более чем двух тысяч лет. Я говорил о величии служения Христа, о величии чудес Христа, таких, например, как воскрешение мертвого, таких, как, например, когда Христос останавливает бурю. Но не забывайте, пожалуйста, о том, что всякое обращение, всякое покаяние – это чудо. Всякое покаяние – это воскресение. Ваше покаяние, мое покаяние – все это чудеса. И уже только в день Пятидесятницы после проповеди Петра покаялись три тысячи человек. Об этом мы читаем во второй главе Деяния апостолов. И я считаю, что день Пятидесятницы и был днем, когда исполнились и подтвердились обещания Иисуса Христа, данные в Иоанна 14, 12. Значит ли это, что вот эти большие дела происходят лишь потому, что Иисус дает определенную силу каждому спасенному? Я думаю, что в глядя на это обещание, на это пророчество в контексте, на наш вопрос нужно ответить отрицательно. Великие чудеса происходят на самом деле по молитве. Ведь в первой главе Деяния апостолов христиане молились, во второй главе сходит огонь с небес, приходит Дух Святой. В 12 главе Деяния апостолов ангел освободил Петра из тюрьмы и заключения из темницы. Петра освободил ангел, но ангел пришел по молитве. В связи с 14 главой, 12 стихом Евангелия от Иоанна нужно заметить также, что вот это чудо, которое обещает Христос, этот дар, который обещает Христос, связан с тем, что Христос собирается уйти к Отцу. Не знаю почему, но есть какая-то связь между восхождением Христа в небеса и наделением верующих на земле особой силой. Связь с молитвой особенно очевидна из 13 и 14 стихов. Христос говорит, если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Прежде чем говорить о толковании этих стихов и этого обещания, давайте остановимся на некоторых ложных его толкованиях. Вчера я говорил вам о том, что если читать лишь часть Библии, если читать Библию лишь частично, то можно впасть в ересь. Почти все американцы моего возраста могут перечислить всех четырех Битлов. Почти никто из американцев моего возраста не может перечислить все Божьи заповеди блаженства из Нагорной проповеди. В нашей голове столько мусора, и при этом мы не знаем много из того, что должны бы знать. Нам нужно знать все, что можно узнать о молитве. Недостаточно знать только Якова 4.2, где говорится, не получаете, потому что не просите. Нужно знать еще хотя бы третий стих, где говорится о том, почему Бог не отвечает на некоторые из наших молитв. Недостаточно прочитать Иоанна 14 глава 13 и 14 стих, нужно прочитать и узнать Якова 4.3. Но даже в контексте 14 главы Евангелия от Иоанна понятно, что не имеет в виду Иисус. Он не превращает свое имя в волшебное слово, в заклинание, способное открыть всякую дверь. Бог вам не джин из бутылки, которому можно приказать и сделано будет. Молитву нельзя понимать как волшебную палочку, с помощью которой можно заставить Бога сделать все, что нам хочется. Молитва – это скорее способ, которым Бог получает от нас то, что угодно Ему. В старинном арабском сборнике сказок «Тысяча и одна ночь» есть одна очень показательная сказка. Это история Али Баба и 40 разбойников. Помните, что у Али Баба и 40 разбойников, у них есть тайное место. Чтобы открыть дверь этого потайного места, нужно сказать волшебные слова «Сезам, откройся». Скажешь «Сезам, откройся», дверь открывается. Причем совершенно неважно, кто ее открывает. Открыть может всякий, кто знает волшебные слова. Али Баба и 40. То есть поймите, пожалуйста, что тут вам в 14 главе Евангелия от Иоанна вам не «Сезам». Не говорит Иисус, что попросите все, что угодно, а потом завершите словами во имя Иисуса Христа или именем Иисуса Христа. И сделано вам будет, потому что Бог вам не джин, Бог остается Богом. Ключ к пониманию этих стихов как раз в словах именем Иисуса Христа. Это не волшебные слова, с помощью которых мы можем заставить Бога сделать то, что нам хочется, даже если это не угодно Богу. Он описывает настоящую, духовную реальность. Какие вещи могут быть попросить в Иисусе. Напротив, это описание некой духовной реальности. Есть вещи, о которых именем Иисуса Христа не попросишь. Например, именем Иисуса Христа я не могу попросить чем-то таком, что Христос запрещает. Я не могу именем Иисуса Христа сказать, Господи, дай мне эту женщину, хотя она чужая жена. Самсон не мог сказать именем Яхве, дай мне эту дочь филистинскую. Ахаб не мог сказать, Господи, дай мне виноградник Навуфея во имя Твое. Возможность просить во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа означает, между прочим, что мы можем просить лишь о том, что соответствует воле Иисуса Христа. Что соответствует природе Иисуса Христа. Из 13 стиха очевидно, что Христос совершит то, что приносит славу Отцу, то, что прославляет Бога Отца. Есть у вас вопрос? Я хотел спросить. Вот тем самым, если мы просим непотребное во имя Иисуса Христа, можно ли сказать, что тем самым мы оскорбляем Святого Духа? Мы оскорбляем всякий раз, когда делаем что-то такое, чего делать не должно. Вряд ли можно здесь проводить такое четкое разделение, распределение, но скажем так, как всякий раз, когда мы делаем что-то недолжное, мы оскорбляем Духа Святого. Всякий раз, когда мы делаем, когда мы не делаем что-то такое, что должны делать, мы угошаем Святого Духа. Но я хотел бы кое-что подчеркнуть. Эти обещания даны не для того, чтобы сделать нас робкими или неуверенными в молитве. Эти обещания, напротив, направлены на то, чтобы сделать нашу молитву более усиленной, более энергичной, более смелой, дерзновенной. Я даю вам эти обещания и эти квалификации, потому что я не хочу эти обещания, как эти обещания были обманены. И я не хочу, чтобы вы выживали, когда вы просите о том, что не происходят, и вы начинаете конкурировать, что эти обещания не правы. Я объясняю эти обещания, я объясняю, в чем смысл этих обещаний, не для того, чтобы препятствовать вашей молитве, но для того, чтобы защитить вас от разочарования, когда вы о чем-то просите, когда вы чего-то просите, и это потом не совершается. Но, предупреждая вас, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы после этого перестали молиться, и ни в коем случае не хочу, чтобы вы перестали уповать на обещания Христа. Чтобы научиться молитве, лучше всего молиться самому. Не слушать, как я учу, как я проповедую о молитве, а начать молиться самому. Я могу читать лекцию о баскетболе, и в лекции моей все будет правильно, я даже могу начертить диаграммки, хорошие, умные, точные диаграммки на доске. Но, понимаете, через такую лекцию вы играть в баскетбол никогда не научитесь. Нужно взять мячик, выйти на поле, и начать этот мячик кидать, и нужно все-таки попытаться этот мячик в корзину закинуть. Вот так же и с молитвой. Лекций по молитве недостаточно, нужно начать молиться. И вот в процессе вашей молитвы Дух Святой проявит к вам верность. Чем больше молитесь, тем лучше научитесь слушать Святого Духа и понимать, чего Он хочет, а чего нет. И если начнешь молиться не о том, Дух Святой остановит. Он покажет, нет, я этого не дам, я этого не позволю, потому что Иисус в Своем обетовании имел в виду совершенно другое. Дух Святой проявляет верность, обучая нас, наставляя нас в процессе молитвы. И все же, когда читаешь 14 стих, захватывает дыхание. Если чего попросите, во имя Мое Я то сделаю. Есть еще одна причина для этих слов. Ее нужно понять в контексте. Понимание этой причины поможет нам также увидеть, ожидать нам ответа, будет ли ответ на молитву или не будет. Чего они ожидают? Какое великое испытание ожидают сейчас ученики? Они понимают, что Иисуса с ними больше не будет. Что же теперь делать? Как жить, когда Его рядом не будет? Да, Он многое нам дает, но что может быть лучше Его реального присутствия? И вот в ответ на это Иисус будет говорить удивительные вещи. Он откроет ученикам, что лучше будет для них, когда Он уйдет. Потому что в этом случае придет Дух Святой и совершит великое. Для них, по-человечески, очень сложно было в это поверить. Нам тоже, людям, по-человечески, очень сложно это принять. Вот Он был среди них, и они могли Его о чем-то просить, они могли задавать Ему вопросы, они могли обращаться к Ему с конкретными просьбами. И теперь Он им говорит, ребята, так будет и дальше. Вы все равно сможете Меня попросить, и Я это сделаю. Речь, конечно, не идет о том, что Он обещает им в свое отсутствие сделать для них, или делать для них такое, чего бы Он не сделал при личном присутствии. Ничего подобного Он не обещает. Если решить, что именем Иисуса Христа мы теперь можем делать все, что угодно, то получается, что мы становимся Господом, мы становимся Повелителем, а Он – Наржин. Даже в дни своего земного служения неоднократно Он ведь отказывался выполнить просьбы своих учеников. Помните такую просьбу, с которой обратились к Иисусу Иоанну и Якову? Они ходили в города Самарии, они свидетельствовали, а в городах и в деревнях покаяния не было. И вот возвращаются Яков и Иоанну к Иисусу Христу и говорят, Господи, можно мы призовем на них сейчас огонь с неба? Иисус говорит, да, мой повелитель, все, что прикажете, исполню. Конечно же, ничего подобного. Вот Он и говорит, что когда я приду в небеса, когда я приду к Отцу, вы сможете просить меня обо всем точно так же, как могли просить меня, пока я был с вами на земле. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. В 13 главе 34 стихе Он уже дал им новую заповедь. Заповедь любить друг друга. В 15 стихе 14 главы Иисус объясняет, каково подлинное проявление любви к Нему. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Понимаете, не совсем правильно утверждать, что любить – это глагол, что любить – это обязательно действовать. На самом деле есть слово «любить», глагол и слово «любовь». Иногда в греческом языке слово «агапе» – «любовь», как существительное. Любовь, распеваемая в 1 Коринфянам 13 глава, это любовь «агапе». Это мое отношение к человеку, к которому я должен эту любовь проявлять. Мое предрасположение, мое расположение к возлюбленному. И в Иоанна 13, 34 любовь тоже воспринимается как существительное. Однако понятно, что в Евангелии от Иоанна 14, 15 любовь употребляется как глагол «агапао» – «любить». Понимаете, если мы говорим, что любим Иисуса Христа, но при этом не слушаем Его, то мы не слушаемся Его, то мы – лицемеры, мы заражены религиозной сентиментальностью. В Евангелии от Луки 6 глава Иисус задает великий вопрос «Как ты называешь Меня Господом и не делаешь то, что Я заповедую?» Послушание, повиновение – вот высшее испытание ученичества. У Клаева Льюиса была собака. Собаку это звали Брюс. И про Брюса Льюис писал в своих мемуарах так. Брюс иногда с тобой соглашался, но никогда не подчинялся, никогда не повиновался тебе до конца. Многие из христиан поступают точно так, мы готовы слушаться Бога, повиноваться Богу, когда мы с Ним, в принципе, согласны. Я сказал, что тест или проверка ученичества – это послушание. А проверка послушания наступает тогда, когда требования Бога входят в противоречие с нашими желаниями. Когда Бог заповедует нам сделать то, чего нам не хочется, или наоборот запрещает то, чего нам хочется, вот тогда и наступает проверка послушания. Все остальное, когда нам, в принципе, хочется чего-то, что требует Бог, но это не послушание, это просто наше согласие. Можем ли мы сами проявлять вот такое высшее послушание? Конечно, нет. И вот теперь Иисус начинает развивать великое учение о Третьей ипостаси, о Третьем лице Божества, Троицы. Открывая нам чистейшее богословие в своем Евангелии, Иоанн уже с первой главы первого стиха приоткрывает нам Божественность о Второй ипостаси Троицы. К концу первой главы Иоанн говорит только о Божественности Второго лица, Второй ипостаси Троицы. Ведь мы с вами тринитарианцы, мы верим в Божественность всех трех ипостасей. И лишь в беседе в горнице Иисус начинает подчеркивать служение Святого Духа. И так придет Утешитель, придет Помощник. Он будет пребывать вечно, потому что он всегда будет с верующим человеком. В шестом стихе Иисус называет Себя самого истинной. В семнадцатом Он будет говорить о Духе истины. Замечателен и примечателен семнадцатый стих. В шестнадцатом стихе упомянуты все три ипостаси Божества. В семнадцатом же стихе перед нами открывается одна из величайших истин дословной вдохновенности, Бога вдохновенности Библии. Обратите, пожалуйста, внимание на богословскую точность, с которой формулирует свою мысль апостол Иоанн. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.